на самом деле изначально была идея сделать инсталляцию для парковки конкретно то есть а сразу знал что это будет там то есть соответственно раз было понятно что никто не будет слушать это не то что насквозь а даже продолжительное время то есть условно олег насосный гудачев может рассчитывать на то что полчаса люди посидят и слушают это дело целиком от начала до конца но на парковке как бы было совершенно понятно и даже там проверил никто не проводит он дольше 50 минут поэтому соответственно делать композицию которая у которой была бы некая связанная история которая довела слышать полностью смысла не было никакого поэтому это не музыкальное произведение традиционная под видом инсталляция именно как бы в чистом виде инсталляция то есть музыка не предполагающая последовательного слушания можно слушать с любого места и по сути ну как бы любой отрезок времени сколько захочется сколько и до плюс поскольку пространство без это не только это помещение а ну как бы весь комплекс до была идея собственно буквально озвученная как-то как что-то типа творческого задания до воспользоваться звуковыми ресурсами которые в грязи есть то есть студия и звукозаписи с ее аппаратурой там с роялем синтезаторами и так далее соответственно соответственно музыка которая возникла буквально здесь вот вы начнут корпуса который там перед передо мной за стеной до сюда приходили люди мы два дня фактически эксплуатировали ресурсы веса то есть учились играть на этих синтезаторах выясняли какие звуки или эффекты из них можно извлечь и все это в том или ином виде интегрировалась в итоге в инсталляцию то есть эта музыка которая ну как бы звучать она может быть в теории могла бы и в другом где-то месте но сделано она могла быть в таком вот виде как есть только здесь и соответственно со стороны креативная абсолютно точно связано с грязным до трудно сказать я особо никакие не продумывал то есть там есть некие в сведении мы сидели мы сидели делали многоканальное сведение и там есть некие пространственные эффекты когда звук движется гуляет по разным источникам и возникает некий эффект как бы движение звука но в целом не знаю нет меня ощущение что это какая-то конкретная визуальность которая предполагалась то есть я по крайней мере не задумывал ну как бы музыка или в принципе любой искусство так устроена то что автор задумывал не обязательно означает что слушатель это увидит и услышит и наоборот если автор чего-то не задумывал то у слушателя есть полная свобода доделать что-то свое но наверняка как бы ощущение парковочного пространства самого по себе будет давать какие-то дополнительные спецэффекты листин эстезией этот геометризм некий невысокий потолок некая равномерная регулярная довольно и ну какой-то степени механизированное пространство но это будет нет некий эффект и самом деле обстоятельства будет борьба между визуальной и звуковой стороной потому что визуальная сторона парковки немножко такая давящая индустриальная а звуковая как раз наоборот пытается это не вы хотя бы в каком-то смысле противостоять ну вот где-то вот на стыке она и будет плюс например там едят машины почему-то она не за на всех парковках мира или только на это и когда машина делает хоть любой малейший поворот там очень скрипят шины то есть это некий дополнительный звуковой слой который создает сама парковка он не стараться не задумался но он там неизбежно будет соответственно вот соответственно это наверняка на какие-то визуальные эффекты может тоже будет навести это было записано соответственно мы на выходе получили ну набор треков точно как набор композиции состоящий какая каждая состоит из какого-то количество треков ну по числу инструментов задействованных там где-то были композиции где играю я сам типа просто на рояле слова а где-то есть и композиция где играет такой мини оркестр помыть восьми или девяти человек ну и соответственно с несколько промежуточными остановками дальше все это сводилось дальше все это микшировалась значит ну и неким образом рандомизировалась потому что смысл инсталляции в том что там там поверх однородного фона органным тембром который тоже записывал синтезаторов гэса время от времени всплывают вот некие такие нежные звучности разные природы то где-то не джазовый где-то не папку поп где-то они электро электро авантпоп такой условно говоря где-то такой минимализм где-то такая такая пуст него классика условно геннете генеративная то есть соответственно все это рандомизировалось ну процесс рандомизации то как конкретно будет происходить здесь преследу как произошел ну как претерпел несколько трансформаций я думаю в настолько глубокие технические подробности не смысла вдаваться он так иначе вот в итоге это так и будет работать плюс ну там есть еще одна история которую ну-ка видимо ее невозможно узнать если я не рассказать на думаю что красотики значит находясь в весь об этом можно рассказать просто там есть некий фундаментальный базовый слой от самый орган да то есть почему это орган потому что я знаю от своей подруги которые тут работала куратором что на этапе создания гэса еще когда-то все строилось до была идея у нее привести поставить сюда инсталлирует на парковку орган настоящий физический эта идея сколько по его не состоялась пока органа там сейчас нет но я решил хотя бы в виртуале таким образом его платить чтобы некий виртуальный орган там сыграл просто без перерыва в течение такого времени сколько инсталляция звучит так что такой виртуальный привет у ли это цветковой который надеюсь на дело смотрят она она знает она знает я и говорил мне кажется ее это идея порадовала насчет вместе не знаю ну как бы они точно в каких-то отношениях будут хотя бы с точки зрения слушателей потому что ну как бы на самом деле на парковке постоянно существуют какие-то машины какие-то мы не некоторое количество людей технику охранники в актерах то там еще до водители может быть да и вот значит водители даже на этапе сведения подходили и говорили что значит вот как бы хорошо что будет контраст так скажем да потому что не знаю лично мне страшно нравится то что сделал власик я там сейчас там пока сейчас внизу брали интервью все это дело слушал и до этого слушал мне кажется это все на прекрасно но это по водители менее подготовленной области современной музыки людей поэтому их это в какой-то момент утомляет вот поэтому зокси меня остается более дружит вина к слушателю думаю совокупности они по отношению к зрителям будут играть что-то типа роли плохого и хорошего следователя так как ну я типа в роли хорошего хотя значит на самом деле задача как известно у того и другого следили одна просто значит выбить нечто да значит из рецепента всего этого значит и нечто то что что рецепент не хочет выдавать вот и посмотрим что в итоге значит у нас получится из зрителей выдать именно сообща и плюс там есть один конкретный связующий узелок в виде саши сериковой вокалистки которая пела у власика и поет у меня тоже в одни с каких номерах это получилось ну по сути спонтанно просто ну как мы оба с ней знакомы значит и оказалось что мы можем позвать так что да там есть даже один связующий чек который участвовал соответственно но не что андрея титова который все сводил это и другого естественно тоже но он связующий для всего проекта настройки по участку сводил все инсталляции вероятно да что по его архитектурой звука по сути он в звуке он не вмешивался сами по себе но он вмешивался в их распределения в пространстве естественно по сути он его и создавал я не знаю у кого из композиторов как было в этом смысле у меня не было особенно никаких идей насчет того как это должно быть аспердонина в пространстве поэтому эту часть про фактически придумал он он предлагал какие-то идеи сначала мы еще с ним советовать потом поставьте уйдете же по лусам ну и меня полностью устраивать у него получилось там там это звучит вот так как в общем видимо я мысленно и предполагал наверно в каком смысле можно до если как музыкальную форму ронда то есть некая форма в которой периодически возвращается один базовый мотив там одна тема данных с ней чередуются другие то есть на базовом мотива на пути выступает орган что периодические эпизоды этот вес на все остальные вставы вставные номера которые там всплывают ну а ронда собственно в переводе по устальянского ли французского это круг так что он соответственно видимо круг тогда да пока не обычное возвращение как у них у меня честно я плохо с тактильным восприятием ну видимо шершавая наверное даже может быть такая она неоднородная то есть как бы это она точно выпуклая да то есть это не гладкая поверхность эта поверхность может быть ребристая до что-то типа барельефа такого да включить где есть опять же неким базовый уровень да и периодически в непредсказуемых местах выступающие из него нечто я так не умею трудность не могу это цвет назвать скорее это может быть не цвет а калаш из нескольких цветовых пятен причем я думаю довольно геометричной формы пусть я думаю это будет нечто что-то что-то вроде картин мандриана скорее всего да то есть где-то квадратные цветные пятна в сложных конфигурациях я успел но я не уверен что все запомнил но собственно мы видим вот эти вот круги да я не помню честно говоря кто автор если эти круги не наложить друг на друга вот если расставить их рядом условно говоря чтобы они комиссию вам не пересекались что-то были вложенные множество от независим то может быть вот скорее всего что подобное некие простые элементы до либо что-то может быть кандинского да то есть эта катя катя кандинского висит ну как они скучны и а четко распределенные в пространстве то есть там квадраты дам с ним круг тут треугольник данный потом другой треугольных другой круг но каждый занимается в собственно место в пространстве на холсте неком базовым за загрунтованным друг другу не мешают но вместе создает некий эффект который сумма которого больше, чем сумма всех частей по отдельности. Или, может быть, кто-то, там есть Де Кунинг, например, но у него не картина, у него скульптура. Почему Де Кунинг? Потому что здесь еще, помимо прочего, работа с большим объемом времени. Ну, вот как у Филдмана, в основном говоря, который с Де Кунингом дружил. Единственное, что там все-таки из этого создается некая антропоидная форма. А если, тогда это, может быть, даже скорее будет что-то типа текстуры большой глины, которая стоит наружу, где тоже есть некая выпуклость, но из этого никакая конкретная идентифицируемая форма не создается. То есть это не меметичность. Это не меметичность.